Здравствуйте, меня зовут Зуфар, я учусь в DATI, 803 группа по программированию на Python. Я учусь тут уже четвертый месяц, и за эти четыре месяца я создал бота, который проверяет технические характеристики смартфонов. Этого бота я сделал за две недели. Я этого бота создал с помощью библиотеки iagram, и сейчас я вам покажу на примере смартфонов Apple, как я это сделал. Это файл apple.py, оно использует для того, чтобы выводить информацию в определенных смартфонах. Я покажу на примере Apple, тут хендлер кнопки Apple, iPhone, и начиная с модельного ряда iPhone 6 до iPhone 13, включая iPhone SE первого поколения и второго. Дальше идет клавиатура, это понадобится для того, чтобы выводить кнопки в боте. Мы сделали такой алгоритм, который выводит информацию о телефонах сам по себе, без нашего участия. Мы просто добавляем в базу данных новые смартфоны, и бот сам синхронизирует данные из Excel и выводит для пользователей. Для этого мы использовали библиотеку OpenXL, а сам бот построен на iagram. Дальше идет файл админ, дальше идет файл админ. Тут управление берет на себя только администратор. Эти команды не доступны для обычных пользователей. Один из этих команд называется All Users. All Users используют для того, чтобы выводить информацию о всех пользователях этого бота. Дается Telegram ID и имя этого пользователя. ID понадобится для того, чтобы выводить рекламу или же оповещать пользователей. Дальше идет кнопка реклама, она используется для того, чтобы рекламировать или объявлять о нововведениях в боте. Потом идет кнопка CleanDB, она используется для того, чтобы полностью очищать базу данных пользователей. Базу данных пользователей может очистить только администратор. И CleanCT, оно используется для очистки корзинки всех пользователей и это тоже используется для админа. Дальше идет файл SQLitePy, оно используется для того, чтобы сохранять данные о пользователях. Тут создается сама таблица пользователей и корзинка пользователей. С помощью SQLite можно сохранять и выводить информацию о пользователях. Дальше идет файл car.py, оно используется для того, чтобы выводить информацию из корзинки. Берется Telegram ID пользователя и с помощью этого Telegram ID пользователя выводится информация, что он добавил в корзинку. Для этого Telegram ID это уникальные числа и с помощью этого можно просто вывести информацию без всякой ошибки. Есть кнопка очистить, назад и очистить выбранный продукт. И наконец-то файл app.py используется для того, чтобы запускать самого бота. Тут создается корзинка и база данных пользователей. Сейчас я вам покажу на примере, как работает мой бот. Имя пользователя бота это TGTelBot, вы можете просто вбить в поиски Telegram и оно выводит. Дальше нажимаем команду Start для запуска самого бота и бот вас приветствует. Добро пожаловать, имя и выберите марку смартфонов. Мы нажимаем телефоны и выбираем, например, Apple. Когда мы нажали Apple, мы нажимаем марку iPhone и модельный rack. iPhone 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и SE. Нажимаем на 13 iPhone, потом выбираем какую модель, 13, Mini, Pro и Pro Max. Мы нажимаем на 13 Pro и выводится техническая информация о смартфонах. Тут есть картинка и данные о телефонах. Например, из чего сделан корпус, вес, размеры, дисплей, из какой технологии. И мы можем, если телефон понравился, мы можем добавить его в картинку. Выбираем количество, 1, и просто переходим в главное меню и нажимаем картинку. И тут выводится информация о телефоне. Вот, я купил iPhone 13, точнее добавил в картинку iPhone 13 Pro штуку и считается, и он считает 1280 долларов. Это цена во время презентации, тут можно изменить, и мы в случае можем заказать или же отменить. И если я сейчас добавлю еще один телефон, я могу выбрать из Xiaomi, выбираем модель RIP, Mi и, например, 12 и выбираем Mi 12 Pro. Мы выбрали 12 Pro. Опять же, картинка и информация. И потом мы можем добавить в картинку количество 2 штуки. Он считает и выводится информация. Ваш заказ добавлен в картинку, ваш ID, ID Telegram, название продукта и количество, и цена за штуку. Дальше переходим в главное меню и нажимаем в картинку. Тут информация дополняется. Тут Mi 12 Pro, 2 штуки и высчитывается цена не за каждую штуку, а общую сумму. Вот мы купили два смартфона по 650 евро и она автоматически конвертируется в доллары. Это будет 1460 долларов. И общая сумма нашего заказа 2740 долларов. Это включается с iPhone 13 Pro. И в случае мы можем отменить, например, iPhone 13 Pro. И из нашей картинки пропадает iPhone 13 Pro и остается только Mi 12 Pro. Вот цена 2740 и общая сумма 2460. И в случае мы можем заказать. Есть еще кнопка связаться с администратором. Тут мы пишем вопрос администратору или же послание, например, привет, и отправляем. И выводим сообщение. Ваш запрос отправится. Спасибо за помощь по улучшению бота. Дальше переходим. Это мой бот. И через этот бот приходит сообщение. Например, привет, никнейм и ID. Я могу скопировать, зайти в него и просто отправить ему вот это сообщение и сказать привет. И все. Ого. Тут и сказки.